В 1470-е годы при наместнике Эрики Аксельсоне Тотте, весь разросшийся на полуострове, город был обнесён каменной крепостной стеной с девятью башнями, двумя бастионами, земляным валом и рвом, наполненный водой. 30 ноября 1495 года во время осады Выборгской крепости русскими войсками произошло событие, закрепившееся в шведской и финской исторографии как Выборгский гром или Выборгский грохот. По всей вероятности, это был подрыв одной из крепостных башен, самими осаждёнными. Несчастный случай или необычайное природное явление. Это перебугало осаждавших и привело их к отступлению. В 1525 году Выборг стал вассальным владением графа фон Гоя, зятя короля Густава Вазы. При нём в город хлынули состоятельные переселенцы из Любика, Гамбурга, Бремена и других гайзенских городов. В быту горожан стали преобладать немецкие обычаи. Открывались храмы, учреждались образования. Во второй половине XVI века к Старому году пристроили новую часть, рогатную крепость, значительная часть которой сохранилась до наших дней. Тогда городская территория увеличилась вдвое. Шестнадцатый, восемнадцатый века были особенно насыщены русско-шведскими войнами, где Выборгу отключалась роль основного плацдарма. Шведских войск. В 1609 году в городе было заключено несколько соглашений между посланниками царя Василия Шуйского и шведским правительством, которые заложили основу для шведской интервенции в годы смутного времени. В историю эти соглашения вошли под названием Выборгского договора. В XVII веке плотно застроенные преимущественно деревянными постройками город с узкими улочками неоднократно опустошали пожары. Так в 1627 и 1628 годах город выгорал практически полностью. По заданию шведского правительства в 1639 году инженер Торстенсон разработал новый городской план застройки с прямоугольной сеткой улиц, осуществить который помог очередной опустошительный пожар в 1652 году. Во время Северной войны Выборг был устаревшей тыловой крепостью Швеции на Карельском перешейке и после падения Нотербурга Орешка и Нешальца в Венгермании стал неожиданно передовой базой, из которой шведы могли бы угрожать только что основанному Санкт-Петербургу. В 1706 году Пётр I предпринял первую попытку захватить шведскую крепость и осадил Выборг. Однако безрезультатно. Только в 1710 году был взят русскими войсками и флотом. И по Нештатскому мирному договору в 1721 году официально стал частью Российской империи. С целью защиты новой столицы Выборг был включен в состав российского государства, став центром комендантского округа. В 1719 году Выборгский и Кексингольский округа были объединены в Выборгскую провинцию Санкт-Петербургской губернии, официально вошедшую в состав Российской империи по Нештатскому мирному договору в 1721 году. А в 1744 году была создана отдельная Выборгская губерния. Жителям новой губернии позволяли сохранять шведские законы. В частности, это означало, что крепостное право на жителей губернии не распространялось. Также им было разрешено сохранять лютеранскую веру. Взятие города русскими войсками вызвало демографический всплеск. В первую очередь за счёт притока русских военных и торговых людей появились этническо-русские предместия, Выборгский и Петербургский форштаты, теперь Петровский посёлок и Безымянный район, ограниченный улицами Вокзальной, Железнодорожной, Онежской и Ленинградским шоссе. План Выборгской крепости... Постепенно замок утратил своё военное значение и назрело необходимость строительства новых укреплений с Запада. В 1731 году был утверждён проект генерал-майора Кулона и к 1942 году были возведены бастионы. Строительство продолжалось и в 50-х годах под присмотром генерал-фейдмаршала Миниха. Новые укрепления, прекрасно сохранившиеся до нашего времени, в честь Анны и Иоанновны получили название Анненкрон, корона Святой Анны. Швеция неоднократно пыталась вернуть Выборг. И в ходе русско-шведской войны летом 1790 года в акватории Выборгского залива происходит крупнейшее морское сражение между русской эскадрой под командованием адмирала Чичагова и шведской эскадрой под командованием короля Густава III, завершившееся разгромом шведов. В русско-шведской войне 1808-199 годов Выборг уже не участвовал непосредственно, а использовался только как тыловая база. Эта война завершилась заключением Фридриха Гасманского мирного договора, по условиям которого Финляндия вошла в состав Российской империи на правах Великого княжества. Выборгская губерния вновь была преобразована в Выборгское наместничество. Город продолжал разрастаться, начали застраиваться новые районы Павловского Слобода, Патсанхарти, Паула. В 1802 году Выборгская губерния стала финляндской, а в 1891 году получила прежнее название, но уже в составе Великого княжества финляндского. В дальнейшем, до самого XX века, история Выборга почти не имеет крупных событий. В нем стоит русский гарнизон, развивается торговля и промышленность. После восстания декабристов в Петербурге узниками Выборгского замка стали несколько сотен его участников. В основном Нижней Чины. Изменился облик города. В 1861 году был утвержден генеральный план застройки Выборга, и на месте снесенных укреплений каменного города и рогатной крепости были проложены новые улицы, разбитые парки, возводилось множество каменных зданий по проектам известных архитекторов, в которых размещаются банки. Учреждения, конторы, акционерных обществ. В 60-х годах XIX века по проекту инженера-фортификатора Толбелбена для защиты города с востока на естественной возвышенности, в настоящее время именуемой батарейной горой, были возведены восточно-выборгские укрепления. Вторая половина XIX века, начало XX века, отмечены в истории Выборга как время динамичного, экономического развития. В 1856 году открылся Сайминский канал, а в 1870 году железная дорога в Санкт-Петербург Гельсинсфорс. В городе начинается газификация, электрификация и телефонизация. Проводится водопровод, а в 12-м году было открыто трамвайное движение. Экономический взлет XIX века значительно увеличил население Выборга. Город стал вторым по населению и экономическому развитию в Великом княжестве Финляндском. В 1910 году в городе насчитывалось 50 тысяч жителей, из которых 81% финны, 10% шведы, 6,5% русские и 0,7% немцы. Один, остальные. В городе находилось большинство, большое количество промышленных предприятий. С 1888 года действовал Рабочий Союз, имевший отдельную секцию для русских рабочих. Близость к столице Российской империи и принадлежность к относительно либеральному Великому княжеству притягивала выбор политических противников царской власти. 10 июля 1906 года после распуска императором Николаем Вторым Государственной Думы Первого Сазыба 180 ее депутатов собрались в Выборге и составили обращение народу от народных представителей, в котором призывали гражданскому непонимению царской властям. Это обращение вошло в историю как выборгское воззвание. В 1917 году Выборг активно участвовал в февральской революции. В городе был избран Выборгский совет солдатских рабочих депутатов, которым большого влияния имели большевики. Незадолго до октябрьских событий у выборгского рабочего Юхо Латуки скрывался Ленин. На первую половину 1918 года приходится переломные события в судьбе города. После провозглашения независимости в январе 1918 года в Финляндии началась гражданская война. И Выборг стал одним из главных центров красных финнов. 19 апреля, когда красные отряды повседневно были разбиты, последним пал Выборг, после чего более трех тысяч финских красногварельцев, русских офицеров и солдат, а также мирных граждан погибло в результате резни. После поражения Красной Революции в Выборг, как и в Финляндии в целом, продолжительный период нестабильности сменился спокойствием. С 17 июля 1919 года в стране было объявлено республиканское правление. Культурные и транспортные связи города СССР заставили прекратить порочную границу, устойчивый приток финноязычного населения и популяризации финского языка и культуры привели к тому, что количество русско-немецких и шведских граждан в пропорциональном соотношении быстро уменьшилось. В Выборге начался процесс увядания той атмосферы космополитизма, которая была характерна для него ранее. Официальным языком самоуправления стал теперь финский. Вне за весь Финляндии Выборг сохранил свое положение второго города страны и центра культурной и общественной жизни. Здесь функционировали филиалии всех крупных финских партий социал-демократических, аграрного союза, различных партий националистического характера и прочих. Город являлся одним из важнейших торговых и транспортных центров страны. Работало множество образовательных, культурных, спортивных, здравоохранительных утверждений. Действовало большое число храмов и консульств. В 20-30-х годах в состав города вошли многие стихи на разросшиеся предместья. В 29-м году городской архитектор Отто Ивари Меурман разработал городостроительный план Большого Выборга, основные идеи которой реализовывалось вплоть до 70-х годов. В Выборге были возведены многие важные общественные здания в стиле функционализма, художественный музей, школа, окружной архив, новая городская библиотека, здание торгового городского училища и так далее. На певческом поле проходили певческие фестивали. В 30-х годах Выборг с прилегающей территории стал центром промышленности Финляндии. В 38-м году в городе действовал 38 промышленных предприятий различных отраслей. Население Выборга к 39-м году составило 74 403 человека. Мирный период закончился в 39-м году, когда началась Советско-финская война. В феврале 40-го года после прорыва линии Маннергейма Красная Армия вплотную подошла к Выборгскому укрепленному району. С 35-го года войсками укреплены командовал генерал-лейтенант Хорральд Эйквист. Про него говорили на Карельском перешейке он знает каждый ручеек, каждый камешек. 2-го марта Советская 7-я армия начала наступление на Выборг. Был осуществлен обход с запада, а основной штурм происходил в северо-восточном направлении. К 13-го марта в ходе фронтального штурма 7-я армия продумывалась в центре города, однако к моменту окончания боевых действий советским войскам удалось овладеть лишь районно-восточной батарейной горы. Центр Выборга оставался в руках финской армии. Согласно условиям московского мирного догра, большая часть ворска губернии Финляндии, включая Выборг и весь Карельский перешей, а также ряд других территорий, отошли к СССР. 13-го марта во второй половине дня генерал-лейтенант Олафа был с соблюдением всех воинских церемоний спущен флаг. Финские части покинули город Призрак. Утром 14 марта финское население города было полностью эвакуировано в Финляндию. 31 марта 1940 года был принят закон СССР о передаче большей части полученных от Финляндии территорий в состав Карелло-Финской СССР. В составе этой республики 9 июля 1940 года Выборг был определен центром Выборгского района. По специальной кампании город начал заселяться советскими переселенцами. Причем число желающих уже менее чем через месяц превышало возможности. Активно шло восстановление образования. Но летом 41 года в Выборг снова пришла война. 29 августа под натиском наступающего 4-го армейского корпуса Финляндии часть РКК оставили город отступив Калининграду. Заминировав большое число зданий радиофугазами. Однако взорваться из них успели лишь единицы. Большая же их часть была разминирована финскими саперами. Город начали возвращаться финское население и восстанавливаться городское хозяйство. В частности было завершено строительство здания страховой компании начато до войны. Через три года финская армия отступила с Карельского перешейства. Финские граждане вновь эвакурились во внутренние районы Финляндии. 20 июня 44 года в Выборг вошли части Советской 21 армии Ленинградского фронта. Вторая мировая война принесла городу огромный ущерб. Были разрушены и сожжены промышленные предприятия, более 500 жилых домов, культурно-просветительные учреждения, выведены строительные предприятия городского хозяйства, причинены огромные повреждения жильяно-дорожного узла. Однако уже летом 44 года началось интенсивное восстановление города. Постановление правительства Выборг был отнесен к числу 15 городов, подлежащих восстановлению в первую очередь. И к 48 году последствия войны были ликвидированы. В Выборг съезжается тысяча переселенцев из Республики СССР. Город становится крупным промышленным центром. В 44 году город другими территориями Карельского Перешейка передан из Карелло-Финска состав Ленинградской области Российской Федерации. Жилые дома советского периода постройки на Восточном до сих пор на окраине Выборг. В 47 году был разработан новый план застройки города, предусматривающий восстановление старых зданий, возведение новых разрушенных в войну, преимущественно в историческом центре города. Осенью 48 года на Карельском Перешейке проходили массовые переименования. Все улицы района Выборга получили новые русские названия, чаще всего без каких-либо исторических оснований. Обоснований. Было исключено все то, что могло напоминать об интернациональном прошлом города. В конце 40 года, в начале 50-х годов открылись новое предприятие Судоростроительный завод, дальнейшим ставшим ведущим предприятием города, завод Электроинструмент, завод Лимонной кислоты, Преворостроительный завод. Население города увеличилось с 35 тысяч в 50 году до 51 тысяч в 57 году. Началась реставрация некоторых архитектурных памятников Выборгского замка, часовой башни, башни ратуши. В 60-м году открылся Кривический музей. К 60-м годам жилищное строительство распространялось в район Восточной Батарейной горы, ранее застроенной преимуществом малышными этажными домами, значительная часть которых была разрушена в ходе войны. И так далее город живет и до сих пор, в котором побывали мы.